Грузовой автомобиль на базу дирекции благоустройства города возвращается пустым. Всю песко-соляную смесь, которая была в его кузове, он оставил на улицах города. Теперь водитель практически без отдыха снова загрузит машину и отправится в путь. На данный момент работает 25 пескоразбрасывателей по городу, 5 тракторов, которые с прицепами посыпают тротуары. Также посыпка тротуаров и остановок общественного транспорта проходит в ручном режиме. Это нашими сотрудниками с грузовых автомобилей. А с непогодой рязанские водители столкнулись еще с утра. По данным интернет-ресурса Яндекс, пробки на дорогах города достигли 9 баллов. Водители ездят максимально осторожно. Очевидцы уже насчитали минимум 4 ДТП. По данным Рязанского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Рязани в течение дня ожидаются дождь и мокрый снег. Городские службы пришли в режим повышенной готовности. В 5 часов утра из автопарка дирекции благоустройства города выехала первая машина с реагентом. Улицы обработаны все и уже не по одному разу на данный момент происходит третья засыпка дорог, потому что температура такая и дождь, что в любом случае схватывается. Поэтому техника работать будет до последних, сколько это будет необходимо. Параллельно с дорогами и тротуарами сотрудники управляющих компаний, штатные дворники обрабатывают и дворовые территории. Руководство управления энергетики и ЖКХ направило письмо об усилении уборки в управляющей организации ТСЖ и ЖСК. О том, что им необходимо организовать работу по очистке дворовых территорий и многоквартирных жилых домов от снега и наледи, а также по удалению ледяных наростов на карнизах, крышах и балконах. Если же подобная работа в ваших дворах не закипела, то следует обратиться в свою управляющую организацию. Если никакой реакции не последует, то следует обратиться в диспетчерскую службу управления энергетики и ЖКХ по телефону 44-79-15. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания Город.